Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать два смита, вот таких вот огромных. Я их очень люблю, они с кунжутом. Дальше у нас здесь такая вот булочка с джемом. Но знаете, здесь джема вообще оказывается нету. Это оказывается просто, только сверху ради декора тут немного. Дальше, значит, у нас здесь сосиски, которые вот так вот нарезала и пожарила. Это редиска, обожаю редиску, это моя вообще слабость. И яичница, два яйца, вкрутую, нет, глазок, глазок называется. И чай, все это запиваем чаем. Наконец-то у нас дни с каждым днем теперь становятся длиннее. И это прям чувствуется, и это офигенно, я считаю. Возможность снимать видео при дневном свете стала больше. Говорят, что вроде с 22 декабря, да? Если я не ошибаюсь. Как бы дни становятся длиннее. Но я только сейчас начала чувствовать это. Не люблю зиму. Обожаю весну. Май. У меня прям, знаете, в мае бывает особое такое, знаете, вдохновение. Мне хочется творить, мне хочется делать что-то новое. Кстати, насчет нового завтра мы начинаем снимать нашу рубрику. Помните, я вам говорила, даже не знаю, как назвать эту рубрику. То есть завтра ко мне придет Джоли, и она будет рассказывать про сложности работы тренера. Господи, неудобно так. Ну и тем, другие представители разных профессий. Обещаю, что вам понравится. Будет интересно. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто пишет хорошие комментарии. Особенно про бабушку, про маму. Реально это очень приятно, так скажем. Вчера вечером прочитал один из комментариев бабушки. Там ей желали здоровья. Столько хороших слов, реально. Поражаешься, сколько добрых людей на земле. Спасибо вам огромное. Я прочитала бабушке, и бабушка такая говорит, я хочу, говорит, войс записать. Давай отправим ей войс. Я говорю, бабушка, я не знаю ее номер телефона. Спроси, говорит. Спроси, отправим ей голосовое сообщение. Ммм. А джем-то, оказывается, есть. То есть, когда я вижу такие комментарии, связанные с бабушкой, с братом, с мамой, я стараюсь всегда это зачитывать. И особенно бабушка, она так радуется. Все-таки пожилые люди, они с возрастом становятся как дети. Ей-богу. Смит. Напоминает мне школу. В школьные времена постоянно ели. Не к столу, конечно. Сегодня утром проснулась. Твикс что-то мяукает. Я его отправляю на балкон. У него там лоточек, он себе туда ходит. Пошел-пришел, там что-то покопал у себя в лоточке. Приходит. Я смотрю, что-то с моим одеялом как-то странно играется. Играется так, как будто он что-то копает. Но я думаю, навряд ли он будет сейчас это свои дела делать у меня на кровати. Не к столу сейчас это. Но Твикс берет. Забирается под одеяло. Под одеяло. И там, короче, извиняюсь за выражение, насрал. Представляете? Вроде привученный к туалету котик. Уже не маленький. Как ему объяснить, что он сделал плохо? Я его ругаю, ругаю, ругаю. Он дальше идет, играет. Фиг знает. Понял что-то, не понял. Скорее, наверное, не понял. Ничего. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я понимаю, это вообще не к столу. Но бывали ли у вас такие случаи, что вдруг котик решил сделать свои дела у вас на кровати? Я заметила, что мой котик всегда ищет темное место. Когда собирается что-то такое делать, он всегда ищет место, где темно. Именно поэтому мы его лоток поместили в коробку и закрывали коробку. То есть, он там находился один в романтической атмосфере и закрытой крышкой. Темно было там. Такие вы дела. Печальненько. Воздушно. Просто это все паковное. Не готовили сами. Сидел в доме. Что же я такое хочу на завтрак? Просто хотелось яичницы. Просто яичницы с сосисками на помидорках. Все такое было уже сто раз. Думаю, что же другое можно? Вспомнила про Смит. Купила два. Пришла домой. Мама говорит, а что нам не взяла? Я быстро разгоняла. Им тоже взяла. Я, честно, даже не подумала, что на них тоже захотят. А там типа акция какая-то была. Покупаешь 12 хлебобулочных изделий и получаешь одну в подарок. Ну, что такое? Ну, блин, это слишком много было для меня. У нас дома бабушка, например, такие вещи она не ест. Она кушает только то, что она со стопроцентной уверенностью знает, что это без консервантов. Все деревенское, все свежее. Именно поэтому моя бабушка уже живет 90 лет. подзависающе себя чувствует. Потому что не ест, что попало. Вот мы с вами сколько майонеза, сметаны, не знаю, непонятное. Это все едим. А в ее время масло она сама изготавливала. Молоко домашнее из-под коровы. Все, все, все свежее. Вчера парень обратил внимание, что я подписана на Ольгу Буту. я лайкаю все ее фотографии. Более того, я иногда пишу комментарии. Он мне такой говорит, тебе действительно нравится, она действительно твой идеал. Я говорю, да. Честно, я не скупой человек на лайки, на комментарии, на подписку. Я спокойно могу лайкать там всех подряд, кто мне понравится и мне не жалко. Есть такие люди, которые целенаправленно никого не лайкают. Не дай бог. Да я ее лайкну. Да нет. Но я не из робкого десятка. Я не понимаю. В чем прикол? Парень никогда никого не лайкает. Вот никого. Если он не знает человека лично, у него нехорошее отношение с этим человеком, он его не лайкает. Ему кажется странно, что я всех подряд лайкаю. Как он это узнает, я не знаю. Недавно он мне предъявил, что я лайкнула видео в ТикТоке. Но там был прикол. Просто было смешно. Я лайкаю все подряд. Понравилось? Не понравилось. Мне что-то что-то постаралась. Смотрела одно видео в ТикТоке. Девушка. Не знаю, это подстава, не подстава. В общем, она курьеру должна была дать 11 тысяч рублей. Она вытаскивает и дает 15. Такой задачи не надо. И она это засняла. То есть, 4 тысячи чаевых. Кому-то, представляете, прям целый день сделала. Обрадовала. Хотя не прям такая, знаете, богачка. Ну как такое можно не лайкнуть? Я тоже подписалась. Что ж там лайк? Люблю людей, которые творят добро. И мы не там внизу должны строчить. Показуха! Чтобы лайки набрать, чтобы подписки набрать, ты делаешь так, ты помогаешь этой бабушке, потому что ты хочешь показать всем, какой ты хороший. Раньше, когда мне было лет 15, заходили видео какое-то у Афони ТВ. То есть, типа, меркантильные девушки и он выводит их на чистую воду. Причем, все снимали про это. И одно и то же. Все показывали, как, например, парень подходит знакомиться без тачки, а потом подъезжает на каком-то гелике. И тут сразу девушка такая, да-да-да, я согласна. У всех один и тот же сценарий. Все девушки шкуры, все девушки меркантильные, а они такие при бабках. Я думаю, что хорошо, что сейчас, как бы, вкусы у людей поменялись. Сейчас, когда блогер снимает подобного рода видео, это никого не цепляет. Один блогер взял и сжег свою машину. Он думал, наверное, что он вообще станет супер популярным после этого. Это видео наберет, не знаю, миллиард просмотров. Лучше бы взял бы, продал эту машину, раздал бы бабушкам, снял бы видео. Все бы тебе похлопали и сказали, молодец. А то нет, я сжег, там еще что-то сделал. И что, ты думаешь, все тебя похлопают и скажут, какой ты молодец? Приоритеты, конечно, у всех разные. Тут не мне не вам судить. Но я того и не понимаю. Мне кажется, с каждым годом в этом плане социальные сети все больше и больше пополняются роликами, где люди творят добро. У китайцев есть канал на ютубе. Я пару раз в сообществе даже делилась с вами. Там они спасают животных. Обычно это кошки или собаки столько сил вкладывают, работают целые команды. Я считаю, что такие каналы должны набирать миллиарды просмотров. На этом канале всплывает реклама. Я вот обязательно смотрю до конца, чтобы хоть какая-то копеечка и от меня перешла. Мне это что стоит, одну рекламу посмотреть? Мне не сложно. один смит останется, видимо. Не смогу доесть, хотя очень вкусно. просто много. Вчера снимала мукбанг киевси. Я прям так кайфанула от десерта. Ребята, это было просто лучшее в моей жизни. Лучшее, что я когда-либо ела. А я про вчерашнее видео. Я покушала, наелась. На этом все. Всех люблю, целую. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если вам не сложно. Всем желаю прекрасного настроения и хочу, чтобы после этого видео вы были хоть немножечко добрее. Всем пока!